Делегаты утвердили предвыборную программу партии. В основу документа легли 12 основных направлений развития России, которые в своем майском указе обозначил Владимир Путин, и предложения жителей области, которые были сформированы в ходе дискуссий и встреч с гражданами. Вся программа, в основном наша, вся наша стратегия, весь наш программный путь, он соткан из наказов избирателей. Их более ста мы отобрали. Их было гораздо больше, но более ста, там были одинаковые, идентичные. Более ста вот этих наказов мы отобрали и, конечно, их положили в основу. Я хочу сказать, что мы вот в первом чтении уже приняли ведь закон о наказах избирателей. Нам предстоит во втором чтении его принять для того, чтобы наказы реально исполнялись. 27 июня предвыборная программа партии была презентована Президиуму Генсовета партии, который отметил ее социальную направленность и назвал одной из лучших. Ее основные тезисы озвучил губернатор Сергей Морозов. Современный мир быстро меняется. И чтобы остаться лидером, необходимо идти в ногу с переменами. Такой, кстати, и является наша команда «Единая Россия» образца 2018 года. Еще раз повторяю, в отличие от наших оппонентов, это активные, динамичные, образованные, талантливые, неравнодушные и профессиональные лидеры, которые не останавливаются на достигнутом и которые готовы возглавить процесс прорывов на важнейших направлениях. В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Сергей Рябухин, депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания Ульяновской Городской Думы, представители Министерства Юстиции и Избирательной Комиссии Муниципальных Образований Региона. Главное, на мой взгляд, что для нас, для ульяновских, для ульянского отделения, для всех товаропроизводителей, для всех участников этого, для всех граждан, для всех участников этого процесса, это применение новых технологий, высоких технологий для повышения производительства труда. Об этом все время говорит президент. Достичь прорывного такого развития экономики, невозможно, не привлекая новые производства, технологические уклады, новые технологии, новые процессы. У нас, ульяновская область, она в этом смысле очень хорошо отличается, выгодно даже, я бы сказал, отличается от других регионов. От лица кандидатов на партийной конференции выступил лидер территориальной группы Засвиярского избирательного округа номер 17, учитель истории и общества знания средней школы номер 52, участник кадрового проекта «Политстартап» Андрей Чучуков. Я вбор тем, что я буду представлять партию «Единая Россия» в сентябрьских выборах. Молодежь современная нуждается в том, чтобы ее слышали и готовы работать на благо нашего региона. Я и мои товарищи приложим все усилия для того, чтобы честно, достойно и открыто бороться на этих выборах и развивать наш регион так же, как мы это делали и до этого. Еще одним важным вопросом повестки конференции стало избрание кандидата на должность председателя Ульяновской городской думы 5-го созыва. В ходе тайного голосования им стал депутат Гордумы Илья Ножичкин. За него проголосовали 128 из 159 делегатов. Также в этот день сразу после конференции состоялось заседание регионального полицовета партии «Единая Россия», на котором на время судебных разбирательств было приостановлено членство в партии Рашида Абдулова и Игоря Тихонова. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.